Ты ему объяснила, что вчера мы с тобой совершенно случайно встретились возле ресторана. Я всегда там завтра пригласил тебя с тобой. Мы с тобой друзья детства, и Уильям не увидит в этом ничего предосудительного. Поздно. Поздно что-либо объяснять. Нужно продолжать лгать дальше. Другого выхода нет. Любовная лодка разбилась, но не обыт, а небольшую ложь. Сюжет, написанный в середине прошлого века, актуален по сей день. И все же, чтобы создать образ соответствующей времени, актриса Юлия Высочиненко смотрела старые фильмы. Например, в джазе только девушки. Подготовка к роли хитрой и гламурной мэйджи была ответственной. Мой персонаж, наверное, самый мозговитый в этом спектакле. Авантюрный человек, которому, наверное, скучно жить без каких-то происшествий в жизни. И, в принципе, все, что происходит, наверное, в спектакле, происходит из-за меня. Большое значение при подготовке спектакля уделили музыке. Режиссер-постановщик Юрий Маковский лично подбирал композиции. Ювелирную работу провели и с актерами. Например, характер, солгавший мужу Кэти, разбирали по деталям. Она просто жила праздной жизнью. Семейная жизнь не предполагает праздно жить, мне кажется. Муж прекрасно, успешный бизнесмен, состоятельная семья. Но праздная жизнь, удовольствие немножечко заполонили ее сознание и вообще долг семейной жизни. Премьера комедии состоится уже 15 октября на большой сцене Курского драматического театра. Диана Пахомова, Сергей Дорохов, События дня.